Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами посмотрим, как можно подключить дисплей от мобильного телефона к Ардуино. Итак, что же нам для начала понадобится? Сам дисплей. Вот такой вот у меня есть дисплей 4-х дюймовый от какого-то мобильного телефона. Даже не знаю, какая его модель. Но сейчас посмотрим, как его можно подключить. Итак, первое, что нам нужно, это посмотреть на сам шлейф. Если нам дисплей неизвестен, нам нужно узнать распиновку. Как вы видите, здесь есть у нас, видно, подсветка идет. То есть, это для нас уже помощь. Посмотрев, можно увидеть, что первый идет у нас минус, второй анод и остальные катоды питания. То есть, у нас уже понятно, что по распиновке первый минус, дальше идет подсветка и одиннадцатый тоже минус. Вот. Теперь смотрим, что же у нас с другой стороны. Ну, видно, как бы идут с первого... Ага, вот тридцать девятый у нас граунд. Тоже минус. Кстати, вот эти вот два толстых провода, это, скорее всего, плюс питание, плюс 3,3 вольта. Они идут вверх. Ну, видно, вот наша подсветка идет, из которых последний граунд. Питание и линия данных. Вот у нас идет целая куча полос данных. Скорее всего, это как раз-таки информационные. Дальше идет тоже какой-то граунд и опять там информационные контакты. Ну, что ж. Сейчас из того, что имеем, будем пытаться найти подходящую распиновку. Что же у нас получится, как его подключить. Итак, что мы делаем. Идем в интернет и пишем, например, TFT LCD 39 пин. То есть, пишем, что TFT дисплей 39 контактов. TFT LCD 39 пин. И смотрим, что же нам выдаст наш поисковик. Сразу переключаемся в картинки. И просматриваем все картинки, которые нам попадутся. Точнее говоря, те, у которых присутствует распиновка. Вот мы открываем первую фотографию. И видим с правой стороны распиновка контактов. И смотрим расположение. Ну, не, это не то. Не совпадает с тем, что у нас есть. Следующего смотрим. И опять-таки же не совпадает. И так далее. Ищем до тех пор, пока не найдем распиновку, которая бы полностью совпадала с нашей. Или практически полностью. Ну, вот тоже какой-то нашел. Тоже не то. Все не то. Ну, не похоже. Не похоже на нашу. Потому что как-то мало распиновок. В основном дисплеи. Ну, можно вот, например, открыть, там, полистать. Посмотреть. Вот дисплей какой-то есть. Давайте попробуем его открыть. Куда нас перекинет. Нас перекинуло на Алиэкспресс. Ха, интересно. Ну, кстати, здесь тоже можно распиновки посмотреть, поискать. Это тоже хорошее место, где можно поискать распиновки. Ну, здесь нас нашло просто 3,5 дюймов дисплея. Но нам это не нужно. Нам нужно дисплеи с 39 пинами. Так и пишем. TFT Screen, 39 пин. И в поиске. Что нас найдет? Ну, нашло 2. В принципе, если поискать, то мы их сотни тысячи найти. Можно разных дисплеев. Ну, выдало 2 в данном случае. Ну, вот мы открываем. И смотрим описание товара. Так, 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 где же наша распиновка? Распиновка, распиновка у нас не совпадает. Значит, этот не подходит. И таким способом пытаемся найти распиновку, которая бы соответствовала нашему дисплею. Если повезет, то там будет и описание, что за чип стоит и как с ним работать. Если нет, то хотя бы найдем распиновку нашего дисплея. Ну, это опять же таки не то. Это все не то. Но если долго искать, то в конце концов найти можно. Вот распиновка, которая полностью совпадает с моим дисплеем, который я решил подключить к Ардуино. И, исходя из этой распиновки, уже будем дальше действовать. Так, ну, а теперь что же нам нужно? Нам нужна вот такая вот платка-переходник, потому что паяться прямо к шлейфу очень неудобно. Мы припаяем шлейф к переходнику, для того, чтобы было легко к нему припаиваться. Итак, мы припаяли переходник. И к самому переходнику я припаял гребенку, для того, чтобы можно спокойно было подсоединять контакты. И без проблем его как угодно подключать, не было никаких сложностей. Экспериментировать мы будем на Ардуини Мега. Я выбрал именно ее, потому что у нее очень много памяти. Можно залить практически любую прошивку, и место будет навалом. Поэтому с ней лучше всего работать. У нее пины хорошо выведены, много контактов, поэтому для дисплея его лучше всего. Также нам понадобится целая куча резисторов на 10 и 20 кОм. Следующее, что нам нужно, это зайти в библиотеку UTFT и открыть документ, как на видео. В этом документе мы сможем найти распиновку, как сама библиотека работает с дисплеями, для того, чтобы примерно определиться, каким пинам Ардуины подключать какие пины дисплея. Итак, мы видим вот такую табличку, здесь представлены в левой стороне пины дисплея и сигналы, которые он передает. Мы видим пины такие-то, такие-то, но это как бы для шилдов. У нас не шилд, у нас дисплей. Поэтому мы будем ориентироваться на вот такие данные, DB0, DB1 и так далее, то есть сигнальные линии. А в правой стороне у нас распиновка для конкретных Ардуин. У меня Ардуин Омега, поэтому вот на неё и буду ориентироваться, что вот мы, в зависимости от того, какой сигнал, на такой пин мы будем подключать контакт от дисплея к Ардуине. Поэтому вот эта вот часть для нас важна, потому что, как я понял, там его можно как по 16-битной, так и по 8-битной линии подключать дисплей. Но я как-то не хочу по 16-битной, это 16 проводов, будем только 8-бит вот эти вот подключать. Только 8-бит будем подключать. Ну вот, примерно сравнив, посмотрев, идём дальше и пробуем подключать. Итак, исходя из того, какая распиновка нашего дисплея, я примерно прикинул распиновку, как будет подключаться это всё к Ардуине. Вот на макетке я уже сделал резисторные делители, вот сверху 10-килоумные, через которые будет идти сигнал от Ардуины на контакты дисплея, на сигнальной линии дисплея. А внизу резисторы 20-килоумные, которые подключены к минусу питания для того, чтобы снизить питание. Это всё нужно для того, чтобы дисплей не сгорел, потому что дисплеи в основном идут на 3-3 вольта, а Ардуина у нас работает от 5-ти вольт. Вот резистор вот на 390 Ом я взял для питания подсветки. Вот так оно выглядит, подключение нашего резисторного делителя к самому дисплею. Вон видно сами резисторы, делители, вот так это всё подключено. И вот подключен наш дисплей. Ещё там осталось целых 8 штук контактов неподключенных. Это старшие 8-бит, которые я не стал подключать. Теперь мы подключаем это всё к МИГе. Вот наши, видно, вверху пины с 22-го по 29-й. Это данные. И с 38-го и выше это управление у нас. И вот оно всё подключено у нас к резисторному делителю. И уже через делитель сигнал у нас идёт на сам дисплей. Конечно, проводов целая куча, но это всё макетка. Если паять SMD детали, то это всё будет очень маленьких размеров. Вот примерно вот так это выглядит, если паять в SMD и маленькими тоненькими проводочками. Устройство у нас вместе с дисплеем может получиться очень тонкое. Ну а вот так это всё выглядит на макетке. И так дальше, что нам нужно, это скачать специальную программу, которая читает данные дисплея. Для этого нам нужно зайти в документы, ардуино, библиотеки и удалить отсюда все Adafruit библиотеки, которые есть. У вас были ранее загружены, потому что будет конфликт. Поэтому ранее загруженные библиотеки от Adafruit мы удаляем. И закидываем библиотеки от нашей читалки. Вот они закинулись. Ссылки, кстати, будут внизу в описании. Теперь что нам нужно? Нам нужно запустить нашу Arduino IDE. Вот она запускается. Заходим в файл «Примеры». Так, файл «Примеры». И где же наша Adafruit? Вот она, Adafruit TFT LCD. Вот она. И выбираем «Eat Reader». То есть программа для чтения идентификатора. Вот наша программка. Вот она открылась. Этот скетч нужно будет залить в Arduino. Но прежде чем залить, нужно будет подправить вот эти вот пины. Здесь написано, каким контактам подключены контакты от дисплея управляющие. Вот они так выглядят, исходя из моего дисплея, из того, как я подключал. Больше ничего, в принципе, редактировать не нужно. Нужно только посмотреть сериал, по какой скорости работает. Ну и всё, можно заливать это всё в нашу Мегу. Так, у нас здесь всё выбрано правильно. Поэтому можно прошиваться. Всё. Загрузка. И загружаем наш скетч в нашу Мегу. Теперь открываем монитор порта. И смотрим, что же мы будем, какую информацию будем получать. Итак, пошло чтение нашего дисплея. То есть, сам скетч Arduino пытается определить, какой стоит контроллер в дисплее. Для того, чтобы узнать, как с этим контроллером работать. Потому что без знания, какой контроллер, будет сложно подключить дисплей. Как на него вывести информацию, если неизвестно, что там за микросхема стоит. И вот мы видим, что у нас определило чип 8888. Это или 9488. Переходим теперь на нашу камеру и смотрим, как вот идёт загрузка. И что же наш дисплей? Опа, дисплей-то ожил и начал что-то показывать. Правда, показывает он весьма тускло. Потому что резистор оказался очень сильный. Надо более слабый резистор поставить, чтобы подсветочка поярче была. Но так или иначе, видите, дисплей заработал. И пошла тестовая анимация, проверка работы дисплея. То есть, что-то он там показывает. Здорово. То есть, уже хорошо. То есть, можно уже понять, что дисплей рабочий, что всё нормально. И с ним что-то можно будет сделать. Ну, конечно, тускло очень и очень плохо видно. Но мы сейчас попробуем это всё дело исправить. Вон, видно. Пытается что-то там прописывать. Всё, я резистор перекинул. Поставил послабее резистор. Подсветка включилась поярче. И теперь видно, какой яркий дисплейчик. Как он всё классно работает. Теперь запустим другую тестовую прошивку. Точнее, я говорю, тестовый скетч для теста TFT дисплеев. Но видно, что дисплей яркий. Насыщенные цвета. К сожалению, углы у него обзора не очень. Но довольно-таки неплохой дисплейчик для своих подделок. Для каких-то изобретений будет то, что нужно. Ну вот я сейчас вывожу картинки. Подключил флешку в microSD. И с флешки загружаю картинки на дисплей. Желаю вам успехов в подключении дисплеев, которые вам попадутся. Чтобы вам было точно так же легко подключить их, как и мой. Оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Это для нас наилучшая награда. Поделитесь ссылкой в соцсетях. Это очень поможет нашему каналу. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новости, новые ролики, новые видео. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!